все так хорошо все мы уже оказались старых шахтах ребят здесь не перестроены ничего под бункера вот они дети катакомбы до молдаванки единственно что очень много будем проходить подпорных стен на которых тоже имеется дата например там 1957 год ребят это все укреплялось да чтоб не было ни обрушений ничего городские катакомбы вот здесь под молдаванкой поверьте они самые укрепленные есть такое что прям с племняка вообще ходить даже нам короче все на такое желтенькое да вот обратите внимание красивое для глаза я это называю 50 оттенков желтого населезно какая красота а что это такое вообще почему это ракушняк называть почему-то ракушняк называть как вы считаете по все логично да почему ракушняк кто думает с ракушкой все логично да ребят вот если вы присмотритесь все ясно понятно еще более чем видно ракушки да вот и маленькие маленькие ракушки вся вот эта желтая порода ребят раньше это было морским дном шесть половины миллиона лет назад вот здесь было море она называлась понтическая сегодня территория черная азовская каспийская его часть украины практически половина была залита вот этим морем понтическим там обитало такое количество моллюсков что отмирая ракушечки падали на дно прессовались трамбовались прессовались трамбовались 650 тысяч лет это море существовало уровень мирового океана понижается и порода остается под солнышком нагревается прогревается присутся формируется сверху глина чернозем понаносила чур знайшо короче вот это вся желтая порода ребят это все отмершие моллюски да нифига сих на отмирала до 15 метров это самая толстая часть лесника в одессе среднем около 8 это много мертвых моллюсков хочу заметить да позже начали одессу строить но чуть чуть позже 1794 год кто не знал чисто для справки бывшие турецкие земли часть османской империи начали осваивать как новый юг российской империи хорошо екатерина великая говорит хлопцы все проезжайте строить город строите гавань простите с чего степи трава кусты балки овраги никакого дерева вообще в окрестностях не было столкнулись проблемы нет стройматериала находит глину находит песочек водичку прекрасно можно лепить кирпич а чем его обжигать то есть не было никакого стройматериала вообще и наш одесский фарт сработал навсегда фарти да увидели строители шубалки овраги имеет прямой выход вот это желтенькой породы прекрасно вот у нас тройматериал делают георазведку понимаешь он зарегает много где еще и на разной глубине ребят чем ближе к море он уходит глубже чем дальше в 137 году подсмотрев технологию добычи англичанами мелового известняка поняли что мы тоже так хотим это же прекрасно ровные блоки великолепно шустро получается с 1840 благодаря вот этой английской технологии у нас в одессе катакоммы начали появляться невероятнейшими масштабами как это делали технически рассказываю ровная стена наше рабочее место называется забойка в любой горной инженерии его делят на три части замерив предварительно раз два три сначала середина шириной в 70 сантиметров вырезалась а потом отрезали обе две боковые части стенок берем вот этот лоб и под потолочек по центру начинаем долбить нишу 70 сантиметров ширину 20 сантиметров высоту и на глубину лома сколько позволяло ведь он специально внутри форма даже идет короче полочку заготовили взяли вот эту здоровенскую пилу его первые зубцы набрасываем на самый край вот этой ниши и пилим стеночку вот так вот просто до самого полу на всю дыбу пилы дать донизу да чик пропил с этой стороны чик пропил с этой стороны подрезался низ вырезали клин такой сегмент ну так чтобы дерево как варя знаете клин нужно высечь тот же принцип все изъяли петух этот блок теперь висит за счет задней стенки чтобы его выломать брали снова клин пропил ставили кувалдой забили клин зашел блок развернулся задняя стенка клоц откололась и теперь вот эта мамота с полторы тонны весом боковые стенки до двух с половиной тонны весом достигали начинают выпадать сюда в проход чтобы это все не разломилось брался мелкий мусор камушки отходы и накидывали на пол тип амортизационной подушки шмяк приземлилась расчертили распилили гайданы вверх таскать и специальных помещениях камни выставили около девяти месяцев потому что влажность 95 процентов и известняк в руках вообще рассыпается вот и пилиться прекрасно посушили продали ребят по этой технологии вот этими пилками обычными ручинками вот эти дядечки настоящие из фотографии добычи известняка начала двадцатого века почти все катакомбы и появились 350 до 400 километров добыли специальными электрическими станками об этом я сейчас расскажу все остальное считаете резалась ручками фигасе на пришла новая эра новая эпоха электрофикация индустриализации было запретено целая куча интересных приборов девчатки фенчики пловички пылесосики самые гениальнейшие изобретение человечества и считает это кофеварка ну серьезно ребят и придумали конечно же камнерезные станки поняли чё это мы режем рученька михайза нас пашут машины какие-то хорошо ребят с 1930-го пошли первой камнерезные машины только не сильно резали активно советское время не так активно как это было до революции объясняю почему ребят вы видели дома одессы старый историческая часть нашего города дома выше чем 5 этажей там нет три четыре пять не выше во-первых архитектурно это выглядело неэстетично читали архитекторы и это правда плюс выше вы физически не построить потому что пять этажей все и ракушняк нижней каши начинали уже трещать у меня с нагрузку вот и все поэтому советское время с чего строили красный белый кирпич бетонные блоки вот это вот все новые технологии уже пришли начали выгонять многоэтажки хрущевки и т.д. и т.п. поэтому резали исключительно для частных домов невысотных домов и то сарайчиков гаражиков и все ребят сегодня это строить 5 окрестностей одессы молдаванка слободка дюковский парк прибрежная линия одессы все районы как таирова поселок отолского там нет района переход города одесская область до больше чем 2000 километров это перевод ободит в области любые окрестные окрестные силы одессы почти все так просьба еще чуть-чуть дальше пройти его не прям все нормально короче интересная ситуация хоть берите снимать и кино вот прекрасней же бы чисто одесский фильм бы получился но представьте ситуацию 1929 год с нашей одесской тюрьмы сбежал преступник дядя был лютый просто френдец и он решил отсидеться в катакомбах молдаванки как преступники раньше делали до революции он просто не знал что советское время милиция так нормально лазио в катакомбах изучали картографировали и искали